Ой, там, смотри, как пыта пена. Это, смотри, какая красота. Футболки эпохи Османской империи. Майкл Корс. Это Дольче Габбана. Ёлки-палки, Гуччи. Мимо проплывают коллеги. Люди было не врезались. Ты, Миш, когда-нибудь ездил на лифте на гору? Видишь, как тут красивый вид открывается? Я приветствую на канале Чем Займемся. Да, и чем мы сегодня займемся? Врезкой на лифте. Да, мы опять на экскурсию едем. Мы снова на этой же стоянке. Снова дожидаемся трансфер. В этот раз у нас обзор на экскурсии по Анталии с фуникулером и водопадом. Так обещали во всяком случае. Что-то упрощено. Может, они, бывает, делают упрощенный вариант. Фуникулером за доплату или какого-то подобного. Да. Анталятую. Да. О, как раз за нами приехали. В этот раз мне опоздали. Ладно, мы поехали, а вы на нас подпишитесь обязательно. Все. Привет. Так, раздали на вот такие бумажки. На кружку повесим. И видим, чтобы не потерялись, да, Миша? У Миши вот под этой кофточкой. Да, покажем. Вот она. Кондиционер работает сильно. Мы надели под эту кофточку. В Анталии в Кемере интересно ездить. Даже на автобусе просто. Потому что здесь город красивый. В Алане и в Белете такого нет. Это у нас остановка. Кого-то убираем. Так, приехали мы в Анталию. И первый пункт нашей экскурсии, это, конечно же, магазин одежды. Миш! Москва! Ну, пойдем посмотрим. Ну, Мишке сначала. Миша даже на ходу умудряется играть. Вот Мишу все-таки нашли кепку такую. Он сам ее нашел. Лаконичного красного цвета. Да, Милой? Молодец. Шляпку не забыли? А, она на папе. Так, в общем, выбрали. Я своим внуком, точнее, внучатым племянником. Выбрала по футболочке. А, русский мы посмотрим в Айкике. Рубль, да? А, да, точно. Ой, не знаю. Миша, смотрим вперед, сейчас упадешь. Ой, набрали кучу спортивок. Сейчас, Миша, что? Футболок, джинсики. По ценам все нормально. Футболочки 200 рублей. Кофточки. Тоже по 200 рублей свитшоты. Вон, смотри, какой смешной джинсовый человек. Ну, да. Джинсовый человек. Джинсовый человек, да. Хотела в автобусе посмотреть, по ценам, что у нас. Вот так сложили, а то у нас пешалка. Дома вечером, в номере. Попробую снять, если живой буду. Я точно после экскурсии не когущая. Ну, что, у нас очередная остановка. По дороге нам гид рассказывал историю Анталии. Я не снимала, там сложно было, не очень хорошо. Так, вон он нас зовет, сейчас пойдем. Сейчас старый город будет, да? Ну, пойдем. Вот, а видите, минолет стоит. Я люблю минолет. Он является первым требованием. Можно Антали. То, что я услышала и запомнила из его речи. Не слышно было. Так, это памятник от Татюрку. Сейчас приближу. Вот памятник от Татюрку. Вот это вот, самая большая башня. Это первый минолет. До землетрясения он был покрыт голубой керамикой. После землетрясения она осыпалась, но минолет стоять остался. Так, вот поближе подошли к этому памятнику. И, в общем, здесь панорама на старый город. Старый город Анталии. Мишенька, смотри, милый. Видишь, какая старая черепица под нами? Это старый город. Сейчас будем смотреть. Там, кстати, есть подзорная труба. Хочешь посмотреть? Ром, у тебя есть Лера? Брось ему, пускай посмотрят на море. Вы смотрите там на море, а я пойду на минарет. Посмотрю. Ничего не покажет. Я прослушала вот это... Ивле минарет. В каком веке он построен? 13. 13 век, да? Саладин Кейт Кубейт. А землетрясение, когда вы сказали... Оно не сразу осыпалось, да, по себе. Ну да. А когда оно было? Много было. С 13 века, да? То есть периодические землетрясения, да? Так, товарищи иномарти, подходите. Так, вот эта башня... Девушки! Было сказано, что она... Подходите! Построена не сразу. Римский нижний ярус. Это римляне. Все фотки сделали, ребята. Дальше. Верхний ярус 19 столетия. Вот это вот еще римские стены, вот остатки. Видишь? Древний Рим. Это еще начало тысячелетия, даже до нашей эры. Я не знаю, какие первые века наши эры. Ты видела, Миш, улитки? Улитки. Вон они. Они где-то прячутся? Спрятались. Но они после дождя, как я так поняла, вылазили. Ну, здесь тенек постоянный. Не надо здесь пережидаем. Здесь была школа этих вот танцующих монахов-то эти. Держишь или как они? Ну да, ну вращаются-то эти вот в белых одеждах. Вот он рассказывал, что раньше здесь была школа. Вот их учили танцевать. Чего? Каждый молодец. Ну, не знаю, это реставрированный, может. Он знаешь, что рассказывал? В общем, когда здесь мусульманы появились, до этого здесь были еще христиане. Ну, римляне. И мусульманам молиться негде было. И они договаривались с христианами, что по пятницам они будут в их церквях молиться. То есть, в одних тех же церквях. Понятно? Именно поэтому вот архитектура этих вот мусульманских мечетей, ранних, она похожа на архитектуру христианских церквей. Потому что, когда христиане уходили, церкви переделывались под мечеть. Остатки керамики сохранились немножко. Это там базар. Миша, смотри, ковры турецкие. Я не знаю, по-моему, синтетики похоже. Нет? Смотри, тут типа ткацкий станок, вроде как бы натурально. Это шерсть, видно, да. Да, настоящая. Давно были, помнишь, в музее ткацкого станка? Там все такие же орнаменты тупыли. Футболки эпохи Османской империи? Нет, мы совсем не надо, не было с тобой. Видишь, вот древние османские пуховики. Вон, смотри, какие красивые. Видишь? Один доллар, Мадава, один доллар. Один доллар? Один доллар. Миша, он обманывает. Смотри, сколько специй. Не хватает, Миша. Чихнешь, и все разлетится. Видишь, роликс, елки-палки. Роликсы. Древние османские роликсы. Да часы, миша, дорогие очень. Но это не настоящие. О, гучи. Сплошные гучи до роликса, но надо. Ой, ты посмотри, какие два братика, акробатика или парочка. У них, смотри, смотри, хвостики даже этими сердечком. Мы вот с папой отдыхали в Македонии на озере Охрид. Похожи на Македонию, на Охридском озере. Да, да, да. Я оттуда сам. Вы тоже оттуда? Мы отдыхали там давно, правда? Я запомнила на всю жизнь. Миша, залезай. На Македонию похож, да, на Охрид? Кот и кошка, муж и жена. Да? Так, молодой человек, у тебя время будет, потом заходи. Я тебя балкончиком обращу. А ты здесь течек раскаешь. У тебя не ворот. Я снова был, пацана. Спасибо большое. Увидела эти белые вот балкончики? Сразу вспомнила. Миша, смотри дерево, где вы все делали. Сувенирчики. Специи. Чего, уже что-то нюхнул? Специи, наверное, да? Давай пей быстрее, а то сейчас исчихаешь. Баленсиага, да что такое? Тут одни бренды, одни бренды. Супсатые сумочки красивые, конечно. Майкл Корс. Это Дорчи Габбана, елки-палки, Гуччи. Так, мы к морю, по-моему, вышли. Сейчас мы, судя по всему, сядем на яхту. Ох, тут смотри, какие уж яхты-то. Череп такой. Ни одной урны. Я так эту бумажку и таскаю с собой уже весь старый город. А это вот мы где спрашивали? Ну, мы не по периметру, а насквозь. А я, которая была вот, когда нашел, как бы от агенства, вот, Анекс, это так, мы, они даже нас не заводили вот сюда. Так сверху только показывали. Но морское путешествие хорошее. Заходи. Так, Миша, аккуратно. Елки-палки, куда без меня? Все, 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 иди вперед, я в порядке. Так, садись, Мишочек. Что, за столик может? Миша, когда начал звучать мотор, так удивился. Ты что думал, тут грибцы, что ли, в трюме сидят? Или думал, что под парусом пойдем? Ну, он такой вот плавает. Когда? А, ну да, да. Для вас, ладно. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok. чуть было не врезались так, ну все, мы пристаем мальчики со здоровыми даже никак не спустятся а мне нужно расплачиваться вот думаю, хочу взять или не взять вот такие штучки 7 долларов на такой кружок рамка 5, но рамка мне вообще не нравится я там получилось плохо и она какая-то оляпистая а Мишке в комнату, вот это вполне подошел у него там все такое веселенькое, голубенькое корабль называется Баба Нури прям вплотную спортуется кончилась наша морская прогулочка взяли мы Мишу фотографию да, Мишенька? у Миши улетела шляпа у Миши стресс траур мы в трауре по шляпе да, Миша? так, зато мы сейчас, Миша, с тобой на лифте поедем сейчас мы раз на лифте и уже на горе охраняют лифт собачек ну еще одна ой, они просто прячутся жарко, а здесь прокладно ты, Миш, когда-нибудь езжил на лифте на гору наконец наш Миш заходим поехали ой только окно грязное ну ничего хорошо, что стеклянные сделали стены, да? тоже своего рода аттракциончик вот выходим Миша, выходим вот мы собственно талон смотровая площадка есть хочешь, Миш, посмотреть? пойдем сюда иди сюда, Миша иди ой видишь, как тут красивый вид открывается что? Миш, пойдем чего случилось? ой он наконец-то урну у меня уже растаял жвачка в руках ай так тут проходим какие-то старые раскопки что-то старенькое но нам не рассказывают что это такое старенькое мы подошли к той самой башне, которая нижняя часть римская верхнее 19 столетия часы были подарены немцами но сейчас это уже другие часы в общем он рассказывал снимать его не получается он рассказывает тихо камера и микрофон камеры это ничего не слышит жарко таскаться по городу в полдень тяжело все пришли мы покушать а Миша успокойся уже со своей шляпы все забыли шляпу так кушаем супчик чербу ну какая-то кафешка в торговом центре все Миша хватит на второе у нас мясо так шурму делают такую штуку нам принесли с рисом и салатом нормально вкусно все вкусно сорок мы идем по улице с зонтиками смотрим наверх на зонтики Пишуль ты заметил что наверху? снова входим в какую-то историческую часть города на пику опять старый город да? вы достань что-нибудь оттуда доложим сейчас ты меня покрутишь в височке видишь опять как в Македонии дома классно дело в том что как я сказал в этой части в основном жили греки купцы и в османский период и при сельдюках дома обычных этих купцов отмечали кристалли или в стене выбивали или краски для чего это делалось с них больше бралось налогов нежели с места причина это теперь если посмотрите прямо напротив нас ворота императора Адриана построены были они в 1926 году наши риски прибытия императора пошли мусульманская мусульманская женщина он сказал что это отметина от телег это потому что посередине для телег по блокам для пешеходов мусульманская мусульманская позже напишем мусульманская но Красота, какая красота. Круто. Так, в общем, приехали мы на водопады. Плохая новость, фуникулера не будет. Говорят, ветрено. Что-то я ветра не вижу, если честно. Ну, ладно. Я вообще-то ради него и ехала. Ну, ладно, нет, нет. Ты сразу сказала, что будет какой-то подвод. Они там вроде обещали что-то деньги вернуть. Типа парка. Ой, можно я вон под тот фонтанчик залезу? Смотри, Миш, самолеты приземляются здесь, как низко. Там же тот же самый водопад, что проплывали, а? Да. Да, тот же самый. А ты что хотела? Ой, там, смотри, как столько пена. Ты что, мам, хотела? Красивая. Слушай, а там подойдет нигде? Красива, Мишель? Ой, я бы вот там покупала сейчас. Так купаться хочется. Ты попал, беги сюда. Сейчас он поравняется, перепрыгиваю. Вот здесь вот с края. Перепрыгивай быстрее. Опа. Какая тут система. Вон там водопад вот. Слышишь, как шумит за тростником? Я его вижу. Пошли мы дырочку, где можно поснимать прям речку вплотную. Там как раз в том месте, где она падает. Ну, там все. Плотнуть зайти нельзя. Там просто опасно, наверное. Там слететь со скалы, как в стекло. Смотри, уточки. А где они моются? Батюшки, моются. Вот бы мне залезть не в воду. Мне так жарко. Вот, я нашла местечко. В Тиньке. Под Платаном. Под Ветлами. Буду здесь стоять и слушать шумную реку. Никуда больше на жару не пойду. Ну, на этом мы будем прощаться. У меня заканчивается карта памяти. А фуникулера все равно не будет. Поэтому сейчас мы будем садиться в автобус и уже поедем домой. Да, Миша еще поиграет на площадочке. Если вам понравилась экскурсия, поставьте лайк. Или дизлайк, если не понравилось. Подписывайтесь на наш канал. Обязательно с колокольчиком. Да, Миша? Да. И всем пока! Пока! Не забудьте на инстаграм наш подписаться, да? Да.